Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Контроль за реализацией крупных инфраструктурных проектов и всесторонняя поддержка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Какие еще предложения прозвучали на первом форуме гражданских и социальных инициатив. Закончили фрезерование и приступили к укладке асфальта. В Самаре ремонтируют Ракитовское шоссе. Чтобы ничто не омрачило детский отдых, в Самаре специальные комиссии проверяют готовность загородных лагерей к летнему сезону. Контроль за реализацией крупных инфраструктурных проектов, создание региональной образовательной платформы для волонтеров и всесторонняя поддержка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С такими предложениями выступила «Единая Россия» на первом форуме гражданских и социальных инициатив «Защита, забота, развитие». О ключевых тезисах и вопросах, а также о том, какие изменения ждут Самарскую область в ближайшем будущем, расскажет Ольга Павлова. Создание новых рабочих мест, вопросы экологической безопасности, развитие социальных проектов, направленных на защиту граждан. Уже в ближайшем будущем Самарскую область ждут позитивные изменения. На первом региональном форуме «Единая Россия» обсудили не только новые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства. Особое внимание парламентарии уделили волонтерскому движению и участникам всероссийской акции «Мы вместе». Волонтер Ирина Долгополова, несмотря на свой юный возраст, девушки 21, полна идей и говорит, что уже готова стать депутатом Государственной Думы. Это большой опыт и возможность реализовать те проекты, которые сделает мой город лучше и всю Самарскую область. У нас профессиональная команда, она занимается напрямую проблемами людей. Вот эта пандемия, она особенно это показала. Наши волонтеры, я считаю, что это лучшие люди и лучшее поколение, независимо от того, сколько лет. Работа форума прошла на четырех тематических площадках, где обсуждались предложения по улучшению социального и инвестиционного климата региона. Для защиты жителей в коммунальной сфере в Самарской области будут развивать центр поддержки советов многоквартирных домов. Кроме того, партийцами предложено автоматизировать выставление коммунальных счетов и сделать договоры с ресурсными компаниями более прозрачными. Это позволит избежать ошибок и намеренного завышения цен со стороны управляющих организаций. В числе приоритетных вопросов, также требующих решения, строительство дорог и создание новых рабочих мест. Чем больше рабочих мест, тем больше заработной платы, тем выше налоги, тем больше средств на социальные проекты. Нужно создавать кадровый потенциал. И прежде всего, чтобы молодые люди, чтобы работоспособное население не покидало наш регион. Особенно поддержал губернатор инициативу партийцев о контроле проектов по ремонту и модернизации учреждений здравоохранения. Первым объектом, который будет реконструирован в ближайшее время, станет поликлиника 7-й Самарской больницы. Возглавит проект партийного контроля ее главный врач. Я уверен, что сегодня каждый участник форума провел здесь время не зря. Отработали, дали содержательные предложения. Знаете, даже меня на некоторые подходы заставили взглянуть по-новому. Я уверен, что вместе мы добьемся результата. Лучшие из проектов стали частью стратегии лидерства Самарской области и были презентованы на пленарном заседании. На право стать кандидатами в депутаты Государственной Самарской губернадской думы сейчас претендует 322 человека. Отдать свой голос за каждого из них можно на сайте, адрес которого на экране. Ольга Павловна, Василий Калдашов, Николай Епифанов. События. В Самарской области усилят контроль за соблюдением запретов в пожароопасный период. Такую задачу муниципалитетам поставил глава региона Дмитрий Азаров. С начала года в регионе произошло 1736 природных пожаров. За аналогичный период 2020 года было почти на 500 меньше. Одно из самых крупных возгораний зафиксировали 14 мая в Садоводческом товариществе в Волжском районе. Огонь уничтожил 12 дач. 22 мая на острове Поджабный сгорело 7 строений. Глава региона поручил также уделить особое внимание случаям несоблюдения требований техники безопасности на предприятиях, которые приводили к возгораниям и гибели людей. Не дожидаясь выходных дней, выполнить ремонт водовода. Ликвидировать повреждения будут возле кинотеатра «Современник». Такое поручение дал на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко. Водовод расположен в районе разделительного газона по улице Новосадова. Идет в сторону Линдовской водопроводной насосной станции. Совместно с ресурсоснабжающей организацией принято решение приступить к работам на водоводе вечером 26 мая. Срочность ремонта связана с тем, что трубопровод обеспечивает холодное водоснабжение жилых домов Октябрьского, Железнодорожного, Ленинского и части Самарского районов, а также госпитали городской больницы номер 4, где лечатся пациенты с COVID-19. Вода есть, но в часы пика ее не хватает на верхних этажах. Естественно, идет регулировка больницы сама в этой части по водоразбору, когда, если необходимо, вынуждены со среды на четверг поставить его в работу и выполнить. Первый вице-мэр поручил профильным службам оперативно разместить дорожные знаки и другие средства организации движения, информирующие о работах и возможностях объезда через пятую и шестую просеки с выходом на третью просеку. Также объехать участок работ можно будет по улице Новосадовой, уходя направо по направлению в город через дублер, пролегающий вдоль магазина. Начиная с 21 часа 26 мая до 21 часа 27 мая будет ограничено движение автомобильного транспорта по направлению в город на участке улицы Новосадовой в районе Современника. Движение транспорта будет временно осуществляться на проезжей части улицы Новосадовой справа от Современника. Также для подъезда на пятую просеку будет предусмотрен съезд с улицы Новосадовой. В Самаре на Ракитовском шоссе приступили к укладке асфальта. Ремонт участка площадью около 60 тысяч квадратных метров идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реализация нацпроекта находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова. За прошедшую смену рабочие заасфальтировали 8 тысяч квадратных метров дороги. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Как по маслу, долгожданный ремонт Ракитовского шоссе идет полным ходом. Презирование на участке площадью около 60 тысяч квадратных метров уже завершено. На данный момент подрядная организация ведет укладку верхнего слоя дорожного полотна. Дорогу приводят в порядок большими картами по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». За ремонтом в постоянном режиме следят сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». «Специалисты МБУ «Дорожного хозяйства» периодически осуществляют выезды и в дневное, и в ночное время, чтобы проверить процессы, технологию, как ведется укладка, осуществлен ли розлив, фиксируется толщина в процессе укладки. И, соответственно, специалистами лаборатории в дальнейшем отбирается смесь для испытания ее на физико-механические показатели». Чтобы не создавать неудобства автолюбителям, ремонт проводят ночью. За прошедшую смену бригада уложила более 8 тысяч квадратных метров асфальта. Покрытие толщиной 5 сантиметров выполнено из высокопрочного современного материала «ЩМА-16». Работы выполняют два асфальтоукладчика, шесть катков и 20 дорожных рабочих. «ЩМА-16» – это новая смесь по новой технологии. У нее уже и эксплуатационные качества более лучшие. Самарские автолюбители перемены уже оценили. «Месяц назад я проезжал здесь, тут ужас еще было. Яма на яму. А сейчас проехал. Правда, ремонт трудно проехать, но ремонт делают. Московское, смотрите, как делают. Классно. А победу в прошлом году сделали. Вообще чудо». Ранее дорогу ремонтировали большими картами перед Чемпионатом мира по футболу 2018. Из-за интенсивности движения дорожное полотно уже износилось, и Ракитовское шоссе нуждалось в ремонте. Кроме ремонта самой дороги, в этом году здесь заменят люки смотровых колодцев на проезжей части. Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 78%. Мария Левина, Сергей Баскин. События. До начала лета остается меньше недели, и вместе с окончанием учебного года в городе начинается летняя оздоровительная кампания. Уже 1 июня детские летние лагеря откроют свои двери для отдыхающих, но перед открытием, практически за две недели, начинается проверка их готовности. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Чтобы летние дни ничто не омрачило. Готовность городских и загородных лагерей Самары к приему детей проверяет межведомственная комиссия. В нее входят сотрудники администрации, Роспотребнадзора, депутаты, а также работники силовых структур. Особое внимание обращают на техническую оснащенность лагерей. В каждом летнем центре отдыха должна быть система видеонаблюдения, громкоговорителя, кнопка тревожной сигнализации, наружное освещение, а также пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. Комиссия работает в пределах трех часов в одном лагере. Смотрим пищеблоки, туалеты, все жилые помещения, проверяем охрану труда, все необходимые документации проверяем, готовности. В основном работа заменяется документами. Очень много у нас работают коллеги, чтобы все было готово в срок. Проверяют и соблюдение санитарных мер, связанных с ограничением распространения коронавируса. Лагеря должны быть заполнены на 75%. В комнатах должна соблюдаться социальная дистанция, а сотрудники летних центров отдыха каждую неделю будут сдавать бесплатные тесты на коронавирус. Также продуманы и меры гигиены. В каждом здании находятся санитайзеры, средства защиты, кровать также все расставлены. И в столовых эти места все соблюдается. В каждом лагере у нас есть и медсестра, и врач-педиатр, который проводит ежедневный осмотр детей. С сегодняшнего дня межведомственная комиссия по организации летнего отдыха начинает работать по приемке лагерей. До конца недели, до 27 мая мы закончим это мероприятие. Надеемся, что все пройдет хорошо. И 1 июня мы откроем свои двери для всех детей, которые будут отдыхать у нас в этом году. В этом сезоне в Самаре будут работать 9 оздоровительных и спортивных лагерей, которые примут более 20 тысяч детей. Всего в летний период планируют организовать более 40 смен. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Эфир продолжит блог экономических новостей. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как будут нормировать расходы россиян на ЖКХ? Я знаю, что с таким поручением выступил Михаил Мишустин. Допустимая доля расходов будет зависеть от региона, а также учитывать совокупный доход семьи. Расскажу об этом сразу после курсов валют. Курс доллара на 26 мая 73 рубля 39 копеек. Евро 89 рублей 95 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 68 долларов 21 цент за баррель. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам заняться размером платы за жилищно-коммунальные услуги. Допустимая доля расходов будет зависеть от региона. Мишустин выступил в Нижней Палате с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства. По его итогам было дано поручение о величине квартплаты, которые будут выполнять Минэкономразвитие, Минтруд, Минстро и Минфин. До 1 июля ведомства должны установить стандарты допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов. Они также определят источники финансирования и предоставят предложения для решения вопроса. Средняя сумма, доступная держателем новых кредитных карт российских банков, увеличилась на 3,5 тысячи рублей или на 5%. Эксперты объясняют это тем, что банки ориентируются на платежеспособных клиентов. Рост кредита по лимитным картам, подобный апрельскому, не наблюдался по меньшей мере 2,5 года. За последний год он составил 12,3%. Это связано со смягчением подходов к кредитованию клиентов, ужесточавшихся на раннем этапе пандемии коронавируса. Также, по версии экспертов, увеличение лимитов по кредиткам связано с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды. С сегодняшнего дня Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке на новостройки, на этот раз до 5,5% годовых. Ставка будет снижена при первоначальном взносе от 20% и регистрации сделки в электронном виде. В банке отметили, что более 90% ипотеки с господдержкой оформляется именно с использованием электронной регистрации. Стандартная процентная ставка по госпрограмме составляет от 6% годовых, однако в рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке 0,1% годовых. Спрос на покупку жилья на льготных условиях высок. По программе «Господдержка-2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 миллиарда рублей. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 64 302 человек. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 98 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 61 419 пациентов. От магазина формата у дома до крупных торговых центров. А во всех районах Самары продолжается ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка. О ситуации в Кировском районе расскажет Ольга Хомракулова. Маски, перчатки, социальная разметка и наличие обеззараживающих средств. В Самаре продолжается мониторинг объектов потребительского рынка на предмет соблюдения санитарно-эпидемических норм и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором на период пандемии коронавируса. В Кировском районе Самары проверки идут ежедневно. Проводят их районные власти, представители Министерства имущественных отношений и полиция. По постановлению губернатора Самарской области номер 79 Министерства имущественных отношений и должностные лица уполномочены составлять административные протоколы в части нарушения масочного режима. Мы совместно с администрацией Кировского района проводим данные мероприятия. Во время этой проверки в Кировском районе выявили два нарушения. Оба связаны с отсутствием разметки для обеспечения социальной дистанции между посетителями. Устранение не потребовало много времени и финансовых затрат. У вас отсутствует разметка социального дистанцирования в зале. Она должна быть не только перед кассами, но и во всем торговом зале. Персонал строго в масках средств индивидуальной защиты. Также в соответствии с постановлением губернатора вы обязаны не допускать в здании посетителей без средств индивидуальной защиты. Я считаю, что это как бы необходимо, не нами придумано. Это в цели безопасности. Маски, перчатки, антисептик, разметка, стекла. Покупатели без масок не обслуживаем. Если нет маски, то маски у нас есть. Касаются такие проверки не только предпринимателей, но и посетителей. Сегодня, например, в одном из магазинов федеральной торговой сети сотрудники профильного министерства составили протокол на покупателя без маски. С октября 2020 года в Кировском районе составлено 42 протокола в отношении физических лиц, составлено в отношении юридических лиц. 56 протоколов направлены в Кировский районный суд на рассмотрение. На текущий момент на рассмотрение находится 30 протоколов. За это время Кировский районный суд назначил гражданам 20 предупреждений и 5 штрафов на сумму 5000 рублей. В адрес юридических жилиц вынесены 4 предупреждения и 1 штраф на сумму 100 тысяч рублей. Ольга Хомбракулова, Григорий Плешаков, События. Мобильная бригада медиков прибыла в стены силового ведомства, чтобы сотрудники смогли пройти вакцинацию от коронавируса, не отвлекаясь от службы. Мария Левина расскажет подробнее. Каждое утро Татьяна Мишустина отправляется на службу, облачившись в форму с погонами. А вечером строгий силовик становится заботливой женой и мамой. Уже в гражданском спешит в магазины по домашним делам. Татьяна Мишустина 16 лет отдала службе в органах. В сегодняшних эпидемиологических условиях уже давно хотела сделать прививку. Но все никак не находила времени на поход в поликлинику. И вот мобильная бригада медиков прибыла прямо в стены учреждения, где работает Татьяна. У нас не только много сотрудников в аппарате управления, но и также мы ходим в магазины, посещаем дошкольные учреждения, едем в транспорте. Конечно же, людей вокруг много. Прививку сделали очень аккуратно, безболезненно. Показали вакцину, все объяснили. Около ста сотрудников УФСИН сделали прививку от коронавируса, не отвлекаясь от службы. Такая возможность появилась благодаря инициативе общественного совета при силовом ведомстве. Чтобы нашим сотрудникам было удобно во время своей служебной деятельности вакцинироваться. Потому что это сегодня необходимо не только учреждениям, но это также необходимо и всему гражданскому обществу. Сотрудникам предлагалось на выбор два вида вакцины, а каждый подробно рассказали и ответили на возникшие вопросы. Мы тяжелых реакций не видели. И, кстати, хочу обратиться к гражданам, тоже я на своих семинарах всегда об этом говорю, обратите внимание, сейчас привитые есть вокруг каждого из нас и в немалом количестве. И вот у всех реальных привитых, что мы видим? Ничего, собственно, никаких страшных реакций мы не видим. Один день, иногда ничего, иногда до трех дней небольшая температура. Все страхи и ужасы мы видим только в интернете. Число привитых от вируса россиян уже превысило 5 миллионов человек. Главная цель вакцинации – выработка коллективного иммунитета. Сделать прививку можно в своей районной поликлинике или позвонив по номеру горячей линии 122. Мария Левина, Константин Головин. События. Для тех, кто по состоянию здоровья не может приехать в поликлинику или в больницу, самостоятельно работают мобильные бригады. Нетранспортабельных маломобильных граждан и лиц пожилого возраста вакцинируют на дому. Как оформить заявку на будущий иммунитет от COVID-19 и привиться дома, расскажут наши корреспонденты. Правая ручка, вот сюда вот, да, померяем вам. Привиться от коронавируса теперь можно не только в поликлиниках и специальных ФАПах. В Айне Масловой 75 и добраться до прививочного пункта самостоятельно она не может. Особенно с учетом стабильно жаркой погоды, которая установилась в городе и регионе. Конечно, прививку нужно сделать, обезопасить себя и родственников. Обратилась в госуслуги и вот, пожалуйста, быстренько приехали. Очень удобно. На территории Самары области продолжают работу мобильные бригады. Они созданы для того, чтобы нетранспортабельные, маломобильные и граждане преклонного возраста смогли вакцинироваться, не выезжая в районные больницы и поликлиники. В состав такой бригады входит врач. Он проводит необходимый осмотр перед вакцинацией. И медсестра, которая делает прививку. Препараты доставляются до пациентов с соблюдением всех условий хранения и перевозки. Вакцина проводится в специальных морозильных камерах ЛАРе, в которых сохраняется определенная специальная температура для таких вакцин. Записаться на прививку можно, позвонив в районную поликлинику через госуслуги или по номеру 122. Мобильную бригаду на дом можно вызвать в любое удобное время. Врачи работают без выходных 7 дней в неделю. Ольга Павлова, События. Сохранить память о подвиге народа. В Самаре наградили победителей регионального конкурса «Ожившие истории по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла». Проект реализовали при поддержке фонда президентских грантов. Творческие номера подготовили учащиеся 29 школ. Лучшие выступления вошли в гала-концерт, на котором побывала наша съемочная группа. Песни, стихи, театральные постановки. На сцене Самарской филармонии ожившие истории ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Номера подготовили учащиеся 29 школ Самарской области. В зрительном зале ветераны. Именно они вдохновили ребят рассказами о подвигах в годы войны. В их числе участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алёхин. «Шел мне 16-й год, но я сказал 17, чтобы меня взяли в армию. Меня все-таки взяли, потому что немцы подходили к моему родному городу, Ростову-на-Дону. Нас четверо шли с боями, но отступали. Муторно было по Кавказу. Но у реки Терик остановили все-таки немцев. В середине октября нас перебросили срочно под Сталинград». Радость победы и боли от потерь – главные мотивы школьных постановок. Проект реализовали при поддержке фонда президентских грантов. «Это же очень интересно и познавательно. Когда ребенок вникает, он книги поднимает, идет в библиотеки. И это все остается в нем. На всю долгую оставшуюся жизнь. Я надеюсь, что все, что они сегодня впитали от людей старшего возраста, от ветеранов, от тружеников ТЭЛа останется в их сердце, если они своим детям и внукам будут об этом рассказывать». Три лауреата и победители в десяти номинациях. Авторов лучших номеров наградили во время гала-концерта. Но главное, отмечают организаторы, это неразрывная связь поколений и память о подвиге народа, которая освободила мир от фашизма. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Ветераны футбольной команды «Крылья Советов» сыграли на стадионе «Металлург» с представителями СМИ. Уникальный матч посвятили известному игроку «Крыльев» Сергею Марушка, который 24 мая отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет. За ходом игры следили наши корреспонденты. Александр Бабанов за Куйбышевские «Крылья» выступал с 80-го года. За свою спортивную карьеру он успел поиграть в Тольяттинском «Рубине» в роли нападающего и в прославленной команде мастеров «Торпеда», также в Тольятти под руководством тренера Бориса Казакова. С 2010 по 2012 годы уже сам работал тренером молодежной сборной. Любительские матчи с друзьями и соратниками для него отдушина в трудовых буднях. Каждую игру он ждет с нетерпением, чтобы вновь выйти на поле. Для него этот матч уже 11-й по счету. Мероприятие, конечно, очень интересное, потому что встречаемся мы сейчас не так часто. И когда вот такие проводятся, в общем, игры дружеские, можно сказать так, в общем, в большей степени приятно встретиться со всеми, пообщаться. Ну и, конечно, получить удовольствие от футбола. Этот матч футболисты приурочили к юбилею их соратника по крыльям, директору Академии футбола «Крылья Советов» Сергея Марушка. 24 мая ему исполнилось 55 лет. Сам Сергей Васильевич в матче выступил в роли судьи. Но и в этой ситуации не упустил возможность дать совет, как лучше обойти защиту и реализовать опасные моменты. Довольно-таки интересный матч, но в первую очередь он нужен для Самары, для болельщиков и для молодых ребят, которые должны видеть преемственность поколений, присутствуют, и это сегодня и есть подтверждением всего. Равин Валифин, переборщик по наальте! Что скажет Сергей Васильевич Марушка? Сергей Васильевич Марушка показывает желтую карточку Владиславу Сидиннику. Комментировал происходящее на поле известный самарский спортивный комментатор Андрей Миронов. Дружеский матч завершился со счетом 5-5. Мария Ильевна, Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин